Это понятная политика. Здравствуйте. Прошел месяц, а с ним очередная порция фейков, абсурдов, событий, которые нас как минимум удивили. Не обошлось без очередных сливов заокеанских политиков, без кровожадности беглых, а 9 мая вновь стала лакмусовой бумажкой и проверкой на человечность. С нас, как всегда, только факты, выводы делать вам. 9 мая Прибалтика и ЕС соревновались в абсурдности глупых решений. Так в Литве запретили демонстрацию любого символа советской победы. А парламент Латвии пообещал – поддержите Россию, останетесь без гражданства. В Риге сразу после памятных мероприятий 9 мая власти города бульдозерами сгребли в мусорные ямы цветы, которые жители приносили к монументу освободителям города от фашистов. Мэрия Труслива направила технику рано утром 10 мая. Люди возмутились настолько, что принесли еще больше цветов к памятнику. У простых людей память жива. Как на такую строптивость отреагировали власти? Правильно разрешили снос. До 31 августа любой доступ к монументу запрещен. А вот красноречивое мнение из латвийского сейма. Всех с цветами нужно было впустить, а выход закрыть. После чего установить охранные вышки, туалеты, привезти кашу и выпускать только тех, кому посольство России купило билет в один конец в Москву. Ничего не напоминает? Вышки, охрана, заборы. Менее 80 лет прошло. Переборщили с рижским бальзамом, видимой в полиции. Руководство стражей порядка уволило около 10 человек за то, что пропустили людей к монументу. Дальше больше. Не остались без административных уголовных дел даже те, кто принес цветы. Удивительные и циничные пытки над памятью. События 9 мая на Западе показали, что идет агрессивное переписывание истории, которое является частью кампании против наших евразийских стран. Не секрет, что германское руководство публично заявило, что теперь оно избавлено от чувства вины за преступления Второй мировой войны. И сейчас подавление воспоминаний о победе, шельмование народов-победителей, включая народы России и Белоруссии, является инструментом новой внешней политики Запада. Плюс к этому веер вандализма и провокаций в разных локациях. У Белоруссии с исторической памятью все в порядке. Александр Лукашенко четко заметит, а где иностранные послы? Почему не приехали на Площадь Победы, а дать дань уважения? Но им оказалось ближе украинское националистическое гостеприимство. 12 мая дипломаты дружно прибыли отмечать День Польской Конституции, почему-то в посольство Жовто-Блокитной. Видимо, планов уже совсем не скрывают, а историю прочно забыли. А теперь, как говорится, почувствуйте разницу. Посла России в той самой Польше 9 мая облили фейковой кровью. Дипломат не растерялся. На вас кровь украинского народа, которую символизирует эта краска. Как вы себя чувствуете? На мне сироп. Но он символизирует кровь. Он символизирует инсценировку. Инсценировку тут и инсценировку в буче. А ведь по такому же принципу, как мы описали чуть ранее, ЕвросМИ обеляли образ нацистов из Азова. Герои Азовстали, защитники Свободы и так далее. Правда, в середине мая нацисты все же сдались. Из подземных бункеров предприятия вышло чуть более двух тысяч человек. Русская армия вывозила пленных на территорию подконтрольную ДНР. Оттуда под суд в Таганрог и Ростов. Как отреагировала украинская власть, правильно заявили, что это их победа. Но если Украина договорилась эвакуировать азовцев, то почему их забрали русские? Наратив офиса Зеленского распадался на глазах. Судить их будут по всей строгости законно за совершенные преступления. На фоне происходящего нервы сдали у Арестовича. Невозмутимый советник офиса очень сильно обижен на запад. Партнеров обложил матом. Сегодня страшно зло, глядя на все это. Да, не сдерживаю себя. Там все-таки запикаем и скажем так деликатно. Пошли бы вы... ...с такими предложениями. Немножко подорговать в украинской территории. Вообще охерили, что ли там? Продолжая украинскую тему, впору вспомнить Побратимов Азова, батальон Калиновского и банду Автуховича. В декабре 2020 года силовики раскрыли деятельность банды Автуховича. Восемь человек готовили серию терактов с целью запугать население и надавить психологически на МВД. Бомбы планировали закладывать возле местных отделений. 18 мая этого года начался суд. Шестерым может грозить высшая мера наказания. Через Автуховича западные кураторы рассчитывали устроить в Беларуси хаос и даже ввести войска, якобы миротворческие. Не получилось. Впрочем, свои мечты они не оставили. Вот что показывает польское экстремистское телевидение. Там всерьез говорят о силовом сценарии смены власти в Беларуси. Едва ли рупор польской и западной пропаганды вбрасывает такие посылы. Случайно. Силового резерва батальона со всеми будут коммуниковать наши координаторы, которые будут давать докладные инструкции, что и коли треба будет робить. Так как нас в большинстве, мы повинны будем обозначить нашим белорусским силовикам, которые так само являются часткой белорусского народа, что час диктатора сошел. Нам треба только, скажем так, разобраться с всеми невеликой часткой вот этой злочинной групповки, которая зараз хвалтовно утромила владу Беларусь. Информация от Кулии Кимчинова «Беларусь-Зойде» силовый резерв публично не огучивается. Али термины «кали» названые историчные падеи могут отбыться ограниченно близкие. Конец 2022 года. Ставка на белорусов-мигрантов и тот самый батальон Калиновского. При помощи этих инстаграм-бойцов поляки и правда планируют интервенцию. Кстати, в этой же программе один из спикеров не выдержал и рассказал настоящую правду про 3%. В избирательной комиссии, сейчас вот когда проходил референдум, я специально позвонил и спросил, какие были цифры на референдуме на этом участке. Подавляющее большинство проголосовало «за». Это я вам просто говорю к тому, что людей, люди полностью уничтожены все это протестное движение в Беларуси. Активные 3%, которые выходили на марши, которые что-то делали, их всех выдавили. 3% вы лишите. Видимо, это именно те, кто выходил на протестные марши. И, видимо, еще парочка полоумных товарищей, которые только и ждут ракетного удара по Белоруссии. Здесь мы тоже идем строго по тексту. Украина имеет все права юридически нанести удар, прежде всего, по резиденции того человека, который за это несет ответственность. Основная точка, мы знаем, где она находится, она в Дворце независимости находится. Ответил беглому коррупционеру Олег Гайдукевич у себя в телеграм-канале с присущей эмоцией и харизмой. Это сказал человек, который 30 лет лизал задницу, строил карьеру и вдруг, лишившись должности за коррупцию, предал и прозрел. Это говорит трус, который все выборы 20-го года прятался за юбку жены. Это говорит трус, который в Киеве на остановке лебезил и извинялся перед украинскими националистами за свои слова. Сегодня он говорит о ракетном ударе по нашей стране, которая вырастила его. Цепкало должен знать, что он ответит. Юбка жены не спасет и Европа не спасет. Перед законом придется отвечать. С другой стороны, вполне себе методичка беглых. От мирных и светлых протестов уже давно и следа не осталось. И всплывает все больше фактов, чего удалось тогда избежать на улицах Минска. Коллеги СОНТ взяли интервью одного из тех, кто готовился стрелять по людям за кровавые гонорары. По его словам, задачей было реализовать здесь сценарий «Небесные сотни», когда должны погибнуть и простые люди, и силовики. По словам провокатора, США готовили киллеров с 2019 года в учебных центрах НАТО. За массовое убийство должны были отвечать сразу несколько переброшенных в Беларусь группировок. Задачей украинской и польской была работа внутри протестной толпы. Поджигать машины, магазины, государственные здания, чтобы отвлечь внимание от снайперов. Задача грузинской, цитата, стрелять с разных сторон, чтобы были жертвы с обеих сторон. Киллеров из Киева перебросили в Беларусь. Здесь же должны были снабдить оружием, таким же, как у офицеров НАТО. У нас операция была 3-4 минуты, максимум 5, чтобы открыть огонь на мирных митингующих и другой десятки на органы правительства силовых структур. Между тем, 22 мая в Киеве встретились два одиночества. Анджей Дуда, который спит и видит воплощение проекта «Между море» и Владимир Зеленский. Президент Польши зашел в здание Верховной Рады Украины слева и пообещал бороться за Украину. Причем так рьяно, что уже президент Незалежный подготовил любопытный законопроект. Законопроект об особом статусе польских граждан на Украине позволит ввести на украинскую территорию войска НАТО в качестве военнослужащих ВСУ. По замыслу, поляки на территории Незалежной получат равные права с украинскими гражданами. Смогут избираться в органы государственной власти, занимать стратегические должности. Польская полиция получит право следить за правопорядком на территории Украины. Это слияние силовых структур. Разумеется, в обратную сторону украинская полиция в Польше. Колониальная схема работать не будет. Единое началие и конституцию страны никто не отменит. Удивительная коллизия суверенитета, точнее его обломков, чем не аннексия. Впрочем, тут у поляков может возникнуть конфликт интересов с Вашингтоном. Ведь США громогласно заявили о подписании Ленд-Лиза для Украины. Сумма свыше 40 миллиардов долларов. По сути, кредит чудовищной силы — это минимум полвека долгов для Киева. Однако эксперты не уверены, что деньги не начнут разворовывать еще на стадии выделения. У США уже есть вопросы, а не перепродает ли Киев на сторону полученное вооружение. Еще в довоенный период существовали схемы контрабанды украинского оружия в другие горячие точки. Например, в Сирию и Афганистан. Мы помним скандальную историю, когда еще в период американского военного присутствия движение «Талибан» получило украинские минометы «Верб». Которые использовала против американских союзников в Афганистане. Аналогичной была ситуация с контрабандой оружия через Одессу на Ближний Восток с сирийским вооруженным группировкам, которая в свое время осуществлялась при активном участии экс-президента Грузии Саакашин. Мировая дипломатия в мае пополнилась еще одной колоритной историей. Посол Украины в Германии назвал канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Шольц резко отреагировал на отказ Еленского принимать в Киеве президента страны Штайнмайера. Пример самой бескребетной реакции в современной политике. «Он не колбаса, он канцлер», — обиженно ответили в Бундестаге. Впрочем, офис Зеленского решил пойти в Абанк. Так, Киев заявил, что любое зарубежное СМИ, которое поедет освещать события на территории под контролем России, будет закрыто за считанные дни. Достал из загашников СБУ и компромат на Петра Порошенко. Связи с Россией, нелегальная покупка трубопровода и схема «Роттердам плюс» по искусственному завышению цен на уголь, все это используется против одного из главных конкурентов Зеленского. Да еще и устами бывшего соперника. Для того, чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту собственностью самого Порошенко, необходимо было предпринять ряд действий, начиная с задействования судебной системы, которая оспаривала в данном случае трубопровод, как собственность Транснефти, и были вынесены определенные решения, говоря о том, что это собственность Украины. Так вот, для того, чтобы дать возможность Транснефти продать эту трубу, необходимо было сделать все, чтобы Транснефть снова владела и принимала решение о продаже этой трубой. И здесь господин Порошенко решал все вопросы, как судебной системы, так и в вопросах административных органов через возможности президентской должности и административного влияния. Информационная война продолжается, и в мае украинские сценаристы нарисовали еще один фейк. Прокуратура страны назвала главного виновника массового убийства гражданского населения в пригороде Киева. Им якобы оказался белорус. Вот только он никогда не служил в армии, работает на Мозрисском НПЗ, а Украину видел лишь на картинках. «Я не служу в Нацгвардии, вы что, с ума сошли?» заявил Калатей в ответе журналистам. Он также добавил, что не будет связываться с украинскими властями из-за обвинений в пытках и убийствах. Пусть свои ошибки сами и устраняют. Это они в ответе за клевету на других граждан, заключил он. А вот неожиданно правду рассказал Адрен Бокке, бывший французский военный, ездил в Украину на три недели с гуманитарной миссией. Повидал много. Это отвратительно, прошу прощения. Я поговорю про боевиков Азова, боевики Азова. А вы их там везде видели? Да, они везде. Азов, Стали, все такое. Да везде они там и сямы, в западной части страны. Их видно по нацистским шевронам. Это меня поначалу просто шокировало, потому что здесь, в Европе, мы им даем оружие, мы их вооружаем. Но они же нацисты с ясными обозначениями, что они нацисты. И мы такие, не смотри, не говори. А у них нашивки СС. И это везде по всей Украине. Что значит везде? Прям везде? Да, везде они. Я же без проблем все это видел. Я же работал с ними рядом. Давал им и лекарства, и все такое. Знаете, какие разговоры они вели прямо в моем присутствии? Я немного понимаю украинский, и говорю по-русски, и многие там еще говорят по-английски. Они ржут и говорят, что если им попадется еврей или негр, они их уничтожат. Вот так, вот так, вот так. Они прямо вот так все это говорили. Да, такие разговоры обычно сопровождаются у них бога там. Еще одна потерянная точка контроля Вашингтона – НАТО. Так хотелось насолить России, что организовали в срочном порядке подачу документов на вступление в Альянс в Швеции и Финляндии. Не учли один фактор – принять в НАТО можно только единоличной поддержкой всех членов. И тут на авансцену выходит Турция. Эрдоган отказался голосовать за. Комментируя отказ Турции одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО, Эрдоган назвал скандинавские страны гостевым домом для террористических организаций. По мнению турецкого лидера, члены рабочей партии Курдистана не только проживают на территории данных стран, но и являются парламентариями. В Анкаре требуют, чтобы кандидаты отказались от поддержки курдских структур в Турции, Ираке и Сирии, которые турецкие власти считают террористическими, и отменили одностороннее эмбарго на поставки в Турцию оружия. Снова повод задуматься, а существует ли то самое распиаренное хваленое единство в НАТО. С похожим вопросом выступил и в Москве Александр Лукашенко, только на саммите ОДКБ. Блоку в нынешней ситуации сплоченность нужна как никогда. Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей нас завтра может не быть. Со стороны наших недругов и оппонентов идет планомерное расшатывание опорных точек и союзнических связей. И в этом мы сами частично помогаем Западу. Уверен, что если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских, как они говорят, санкций. Посмотрите, как монолитно голосует и действует Европейский Союз. Насколько у них сильна внутриблоковая дисциплина. Она распространяется автоматически даже на тех, кто не согласен с принимаемыми решениями. Ставят вопрос, кто нам мешает использовать этот блоковый ресурс. Вот тут с них нам нужно брать пример. Поодиночке нас просто раздавят и разорвут. Единство — это голосовать в ООН вместе, а не воздерживаться. Единство — это не закрывать воздушное пространство и не думать, а стоит ли помогать. Тем более, когда Европу и США настигает мощнейший продовольственный кризис. В том же Нью-Йорке закончилось детское питание. А из-за экономии электричества происходят и такие неприятные истории. В Великобритании дети отравились едой после выключения холодильников. Их выключают родители, чтобы сэкономить деньги. Менеджер продовольственного банка Труро Саймон Фан сказал, у нас были сообщения о том, что у детей расстройство желудка или в худших случаях пищевое отравление. Потому что некоторые родители выключают свои холодильники и морозильники на ночь. Экономят не только на этом. Не используются для экономии электроэнергии и другие приборы, поскольку кризис стоимости жизни усугубляется. И из подобных историй понятно, почему, например, литовцы и латыши с удовольствием едут по безвизу к нам. Купить банально хлеба и соли. В Европе сегодня базовые продукты стоят, как крыло самолета. Даже генсек ООН Антонио Гутерриш призывает вернуть белорусские и российские продукты. И удобрения на мировой рынок. Сами не справляются. В ситуации вот в текущей продажи зерна Украины, это получение Украины большого количества денег, на которые будет куплено оружие. А это оружие потом будет стрелять по белорусам и россиянам. Поэтому здесь, конечно, мы должны делать все, чтобы блокировать эти поставки. Мы должны делать все, чтобы не допускать развития вот таких отношений. Тут, конечно, прогибаться нельзя. И снова за дело берется американский локки. Вашингтон и правда, бог обмана. Как получить белорусские калийные удобрения, да еще и вывести все зерно из Украины. Лайфхак от Белого дома. План надежный, как швейцарские часы. Вот только идти на такие сомнительные сделки явно никто не будет. К вороху проблем добавляется шестой пакет санкций. Его не могут принять уже месяц. Странам попросту надоело стрелять себе в ногу, пока Вашингтон буквально впихивает им свою дорогую и грязную сланцевую нефть. Потенциальная проблема для западного лагеря – победа в Северной Ирландии партии Шин Фейн. Они ярые сторонники так называемой «Единой Ирландии» и противники британской короны. Лондон называют их сепаратистами и даже террористами. Ведь эта партия создавалась как политическое подразделение печально известной ирландской республиканской армии, чьи теракты сотрясали Туманный Альбион вторую половину XX века. Кстати, сторонники Великобритании называют эту территорию Северной Ирландии. А вот противники – Ольстер. То есть это фактически британская версия, чей Крым. Так что Джонсону хорошо бы под нос посмотреть, а не закидывать далекую Украину оружием. Пользователи Твиттера про воссоединение Ирландии уже начали оставлять записи. Кстати, совсем скоро эту соцсеть купит Илон Маск, и он обещал никакой цензуры. А значит, вернет и Трампа, да и сам, быть может, пойдет в президенты. Такой расклад пугает демократов, и они придумали ноу-хау – Министерство правды. Что скрыто за ширмой? Попробуйте догадаться. Ряд американских политиков и СМИ выступили против функционирования Совета по противодействию дезинформации, недавно созданного в составе Министерства внутренней безопасности США. В частности, новую структуру раскритиковали республиканцы, назвав правительство США главным дезинформатором в истории и призвав немедленно распустить Совет. В свою очередь, демократ Тулси Габбард заявила о риске установления диктатуры в США из-за появления этого органа, который, как она считает, может заниматься пропагандой и цензурой. Эксперты называют такую критику в адрес Совета «небезосновательной», отмечая, что цель создания этой структуры – блокирование повестки, которая идет вразрез с мнением официального Вашингтона. Впрочем, в доме храбрых и свободных слушают только нужные голоса и еще не всегда умеют держать язык за зубами. Спикером месяца стал даже не чемпион оговорок Байден. Нынче солировал Джордж Буш-младший. Помните, это он вероломно вторгся в Ирак, убил сотни тысяч мирных жителей и погрузил страну в хаос. Первый громкий ляп случился в Техасе. Клеймя Россию по всем фронтам, экс-президент так старался убедить зрителей в кровожадности Путина, что в ходе обсуждения ситуации в Украине оговорился и заявил о неоправданном и жестком вторжении в Ирак. Что называется, наконец-то признал вину. Оговорка облетела мировые ленты, но контент для них Буш-младший продолжил генерировать и дальше. Спустя некоторое время до Джорджа дозвонились пранкеры Вован и Лексус. На их счету скальпы уже многих политиков. Представили Зеленским и заглянули за ширму американской свободы. Буш прямо сказал, что с русскими воюет не Украина, а Западный мир. Пентагон финансировал биолаборатории и снова напомнил, что обещаниям Вашингтона нельзя верить. Речь о нерасширении НАТО на восток. Да, когда так говорили, но ведь было это давно и, как говорится, неправда. А еще подтвердил, что США ведут войну информационную. И, наконец, назвал главную цель украинских нацбатов. И Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск. Вопрос в том, будете ли Вы продолжать получать необходимую помощь. И я, конечно, на это надеюсь. И для Соединенных Штатов очень важно продолжать возглавлять это движение и оказывать Вам необходимую поддержку. Мне кажется, у Вас хорошие связи с администрацией. Ваш министр обороны и остальные постоянно информируют наших военных о том, что нужно. И наши военные действительно поддерживают то, что Вы делаете, господин президент. Слава Вовану и Лексусу и слава России. Такие фразы звучали в конце разговора. И вроде бы смешно, но ситуация страшная. Пока они смеются, сидя в Вашингтоне, в Украине гибнут люди. Хотя спустя время Бушнова, как ни в чем не бывало, сможет сделать либо оговорку по Фрейду, либо о чем-нибудь проболтаться. Перед тем, как Белый дом напишет очередной кровавый сценарий. Счастливо.